И вот перед вами ветеран Великой Отечественной войны Владимир Андреевича Нюнца, он до сих пор в строю, является одним из консульсоводов в нашем музее. По поводу этого памятника, ребята, история создания этого памятника такова. Памятник советскому воину-освободителю в Берлине. Знаменитая 13-метровая бронзовая фигура советского солдата с девочкой на руках и мечом, рассекшим фашистскую свастику. Прототипом для скульптора послужил солдат Красной Армии, спасший немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году. Так начинает свою экскурсию ветеран ВДВ, участник Великой Отечественной войны и бессменный хранитель реликвии крылатой пехоты Владимир Инюцен. 74 года, и это только его трудовой стаж. Владимиру Инюцену в преддверии праздника исполняется 90, а он даст фору многим молодым коллегам. Изобразил в скульптуре спасенную девочку. Символ доброты, благородства и так далее. Ну, а меч разрезает фашистскую свастику. Кто к нам с мечом придет, тот отмечает и погибнет. Лабиринты залов приобретают особый, несвойственный обычным музеям дух живой истории, когда ее рассказывает настоящая легенда. Школьники, затаив дыхание, слушают о том, что натурщиком для создания всемирно известного монумента, оказывается, был сослуживец и товарищ Владимир Андреевича. Его подозвали, он представился, он ему говорит, Ваня, вот я выиграл конкурс, буду лепить фигуру воина-освободителя, которая будет установлена в Берлине, в Трэптоф-парке. Ты бы не помог мне, я буду лепить, а ты будешь стоять держать девочку. Он потом мне рассказывал, наряд не ходить, картошку не чисть, стройкой не заниматься, девочка держит. Да я буду держать его хоть целый день. Хотя потом рассказывал, это тяжелый был труд для него. А вот он показывает витрину, на которой экспонаты – это его личные вещи. Благодарность его Сталина, трофеи мой, бритва, которую я, так сказать, в качестве трофея. Ну, зашел в квартиру, мне нужна была бритва, я взял, это считаю трофеем, ну, фотографии. Вот Иванов, наш командир дивизии. Это символический ключ от города Вены. За каждой вещью, которая находится в музее, целая жизнь отдельных, очень мужественных, сильных духом людей. Игорь Сарычев тоже мечтал водить сюда своего сына и рассказывать о подвигах десантников. Но ему не суждено было увидеть ни первых шагов, не то, как Артем пойдет в школу. Он погиб в 99-м в Чечне при исполнении служебного долга, когда Артему было всего 4 месяца. И сегодня десятиклассник уже сам рассказывает о подвиге отца, о том, что обязательно последует его примеру и тоже станет военным. Сегодня музей ВДВ не только самое большое в стране собрание экспонатов, связанных с крылатой пехотой. Здесь есть кем и, главное, кому передать не только воспоминания, но и жизненные установки, которые особенно важно звучат в преддверии праздника – Дня Защитника Отечества.